Приветствую, друзья! Компания Diamond Tool Company, занимавшаяся производством ряда станков, включая токарные и револьверные станки, радиально-сферлильные станки, вырубные прессы, электроножницы, вертикальные и горизонтальные фрезерные станки, располагалась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния и активно работала в середине 1940-х годов до какого-то момента в 1950-х годах. Хотя Diamond Company активно занималась изготовлением пуансонных прессов и рекламировала целый ряд продукций, их основной бизнес по производству металлорежущих станков, похоже, был связан с выпуском небольших горизонтальных фрезерных станков по дизайну, типичных для своего времени, хотя очень мощных и предназначенных для профессиональной, а не любительской работы. Среди обнаруженных на сегодняшний день станков данной компании есть несколько моделей B-типа. Данные станки имели вес около 200 кг, из-за чего их производители описывали как самые тяжелые настольные фрезерные станки, доступные в США. Самой широко рекламируемой моделью была B-12. Несмотря на простоту конструкции, размеры и масса станка позволяли использовать его в профессиональной мастерской вместе с рядом более крупных станков. Станок был оснащен термообработанным шпинделем, работающим на конических роликовых подшипниках с конусом номер 9 Brown & Sharp, закаленным и отшлифованным, чтобы выдержать жесткие условия частоты смены инструмента. В кронштейне опоры оправки использовался игольчатый подшипник. А, 3 или 6 скоростей шпинделя, приводимых в движение боковым контрвалом, шарнирно закрепленным на правом торце колонны, использовали сдвоенные кленовые ремни B-типа, для обеспечения диапазона скоростей от 100 до 1400 оборотов в минуту. В качестве дополнительных опций предлагался силовой или реечный привод стола. Последний вариант уменьшал максимальный продольный ход до 25 см. Еще одна появившаяся версия M24 была самой большой в линейке компании. Машина построена на автономном стенде с автономным приводом с трехфазным двигателем мощностью 1,5 л.с., питающим вариаторную коробку передач в сочетании с трехскоростной клиноременной передачей с фиксированным передаточным числом. Для повышения жесткости и улучшения скорости съема металла, конец оправки поддерживался тяжелой шлицевой отливкой, которая зажималась над коленом V-образного прохода. Также предлагалась другая версия M24 Extra Heavy Duty, оснащенная понижающей коробкой скоростей шпинделя, двигателем мощностью 2 л.с. и 6-секционным клиноременным приводом, что позволяло ей работать с бандой фрез диаметром 8 дюймов, без застоев и дребезга на самых твердых металлах. Кроме модели B, все остальные модели, похоже, поставлялись на тяжелых чугунных поставках, которые включали в себе небольшой шкаф для хранения принадлежностей и инструмента. Одной из необычных опций, особенно для небольших фрез, был цепной привод вместо ремней на боковом контрвале. Он мог быть установлен на заводе или дооснащен заказчиком. Модель M24 отличалась даже конструкцией станины, собственно, она была уже закрыта. Самой старшей версией стала модель 22M, которая визуально можно распознавать по отдельному маховику, расположенный чуть сбоку, в отличие от младших моделей, где винты располагаются параллельно и крутятся одной рукояткой. Интересный факт. Энтузиасты станкостроения в Калифорнии сообщают, что студия Олта Диснея в начале 1950-х годов купили несколько новых презерных станков Diamond и установили их в производственном цехе. Приобретенные официально для ремонта и обслуживания кинокамер, на самом деле они использовались для удовлетворения желания господина Диснея построить свою чудесную тихоокеанскую железную дорогу Кэролвуда. Макет на территории его дома с ручными локомотивами, работающими на масле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok